Я не знаю, пустые баночки еще кто-то снимает? Я надеюсь, что я не последняя из Магикан, и эта тема еще все равно интересна на YouTube. Потому что иначе я просто мусор храню у себя в доме просто так, без надобности. Поэтому я надеюсь, что все же эта тема до сих пор интересна, и вам любопытно узнать, какие средства у меня закончились вот прям до конца. И естественно, если я прям добила до конца какое-то средство, это значит, что оно мне очень нравится. Потому что при всем том изобилии косметики у бьюти-блогера, если он что-то добивает до конца, то это значит, что действительно продукт очень классный. Так, декоративная косметика. Здесь немного закончилось у меня, всего два продукта. Один из них это карандаш Colourpop Brow Boss. Оттенок у этого карандаша Light Brown. Вы наверняка уже знаете, что я очень люблю эти карандаши, они у меня есть абсолютно во всех оттенках. Light Brown у меня закончился, и я уже заказала себе новый. Вот буквально там на днях пришел мне заказ. Мне этот карандаш в первую очередь нравится тем, что у него очень тоненький грифель, и при этом консистенция у него такая немножко суховатая. То есть им действительно можно прорисовать как волоски, имитацию волосков, так и просто вот как бы заполнить брови. Пользуюсь регулярно, хватает как кому, скажем так, в зависимости от того, сколько вам нужно заполнять. Но у меня, если он постоянно в ходу, то где-то месяца на три мне его хватает. Второй продукт из декоративной косметики, который у меня закончился тоже от Colourpop, и это спрей. Это их финишный спрей из линейки Amber. Вообще, когда я его покупала, он был лимитным, и его можно было купить только в наборе. Но, видимо, настолько он стал популярен, что его сейчас начали выпускать отдельно. И я, естественно, тоже его перезаказала. Вот он в том же заказе Colourpop пришел. Упаковка, кстати, у него такая классная, именно такая прорезиненная, и вот с глянцевыми вот этими вставочками. Очень дорого смотрится упаковка, и обожаю я этот спрей. Я уже неоднократно о нем рассказывала. И вообще, в принципе, я делала видео о марке Colourpop, что в ней я люблю, обожаю, и что абсолютно не люблю, не рекомендую. Если вы это видео смотрели, то вы знаете мою любовь к этому спрею. Если не смотрели, обязательно вот здесь вот я вам под буквочкой I оставлю это видео. Обязательно его посмотрите. Что касается его свойств, то я его люблю больше всего именно как финишный спрей. Не для продления стойкости макияжа, потому что здесь он особо, в принципе, не работает. Мне он нравится тем, что он убирает эффект вот запудренности и какой-то сухости кожи. Он делает так, что все вот кремовые и жидкие текстуры перемешиваются с сухими текстурами, и все становится более-менее такое правдоподобное на вид, то есть то, что похоже на реальную кожу, а не на 10 слоев штукатурки. Я вам на своем канале еще не показывала марку Марина Казарина, но обязательно еще вам об этом всем расскажу. У меня достаточно много всего. Есть вот действительно очень интересные продукты, и есть такие немножко менее интересные продукты, на мой взгляд, ну, как и в любой марке. Что касается этой марки, то это эко-бренд, то есть здесь все построено на том, что это органично, натурально, с зелеными сертификатами, то есть это безвредно для вашей кожи, у них тут хороший состав, без каких-то вредных компонентов. Я попробовала увлажняющий тоник, вернее, я много попробовала, но это то, что у меня закончилось, вот эти два средства, я вам сейчас о них рассказываю. Увлажняющий тоник. Вот это средство, наверное, как раз таки относится к тем, которые вот вроде бы как ничего плохого не делают, но с тониками ты никогда не понимаешь, что конкретно он делает, потому что его действие очень незаметно. Я, когда им пользовалась, мне все нравилось, в принципе. Я вот в комбинации с остальным своим уходом, мне все, меня все полностью устраивало. Единственное, что его отличает от других тоников, более классических, это его форма выпуска, потому что это спрей, и мне была очень приятная вот такая вот форма выпуска, то есть я вот ежедневно просто сбрызгивала лицо, и после этого моментально на коже чувствуется такой вот эффект освежения. Вот это то, что мне понравилось, то, что я на 100% заметила конкретно за этим средством. Также я попробовала кондиционирующую маску «Летящий шелк». У меня есть еще и шампунь тоже из этой серии, вернее, не из этой серии, тоже есть шампунь, как бы от этой марки. Шампунь у меня еще пока там чуть-чуть вот на донышке есть. С такими средствами сильно долго тянуть резину нельзя, и нельзя просто пользоваться этим средством наряду там еще с 30 банками, потому что у этого средства очень маленький срок годности. Как только начинаешь им пользоваться, нужно буквально за 3 месяца успеть использовать этот бальзам. У меня волосы не длинные, поэтому мне вот такой вот небольшой баночки хватило на очень долго, вот больше даже, чем 3 месяца я, по-моему, пользовалась. Волосы после него действительно вот такие вот как шелковые, они очень легкие как будто становятся, и такие вот струящиеся. Вот аналогичное чувство, вот когда только выходишь после свежей стрижки из парикмахерской, и вот чувствуешь вот такой вот летящие какие-то легкие волосы, вот такой вот эффект делает вот этот бальзам. Единственное, он очень дорогой как для вот такого вот объема, если у вас там очень длинные волосы, то я не знаю, думайте сами, насколько для вас оправдано такое вложение, потому что здесь 150 миллилитров, и на длинные волосы это, конечно, не на очень долго хватит однозначно. Еще в пустые баночки положила крем от Avivi, это крем под глаза, он у меня недавно закончился. Я на марку Avivi и вообще в целом их уход снимала тоже отдельное видео, опять-таки вот там вот под буквочкой А, и вам оставлю ссылку на него. Это дорогой израильский уход, там вот вся система, которую я показываю, стоила 400 долларов. Что хочу вам сказать? Посмотрите обязательно то видео, потому что там я детально разбираю и состав его, и вот все его свойства, и до и после показываю, как бы там вот очень такой детальный хороший обзор, и там можно понять, в принципе, на что способен уход за 400 долларов, и оправдан он вообще или нет. Мне понравились эти средства, но, наверное, не настолько, чтобы каждый раз вот вкладываться в них снова и снова, тем более я постоянно тестирую что-то новенькое, и мне хочется как бы менять уход. Из ухода тоже закончилось у меня три средства от The Ordinary. Опять-таки я тоже на Ordinary делала отдельное видео, и что я вам хочу сказать? Я скучаю, если честно, по этим средствам. Сейчас опять-таки у меня уход то такой, то сякой. Конкретно эти три баночки, это гиалуроновая кислота 2%, потом ретиноид 2% и аргирелин 10%. И вот этих трех баночек однозначно хочу заново купить ретиноид, потому что вот это то средство, которое избавляет меня от текстуры кожи, и вот сейчас она у меня снова появилась, вот особенно вот в этой зоне, очень сильно у меня ярко выражена вот такая вот пупырчатая текстура кожи, и так как видео я сейчас снимаю в очень крутом качестве 4К, то вы, конечно же, можете это наблюдать, то есть это никак не скроешь в принципе. Что касается гиалуроновой кислоты, я ее покупать не буду, не впечатлила она меня абсолютно. Аргирелин я даже не знаю, наверное, тоже покупать не буду. Это средство тоже не произвело какого-то огромного впечатления, но вот ретиноид мне однозначно хочется купить, наряду еще с другими средствами тоже от Ordinary, которые мне понравились. Если вы хотите услышать там, что конкретно я больше всего рекомендую, опять-таки вам нужно будет вернуться в то видео и посмотреть его полностью. Единственное, чего мне в марке The Ordinary реально не хватает, это просто какого-то базового хорошего увлажняющего крема, там такого, к сожалению, нет. У них есть увлажняющий крем, но он очень какой-то то ли силиконовый, то ли что, я не могу понять, но не очень он мне нравится. И я долгое время пользовалась вот особенно летом флюидом для лица от Faberlic, именно вот этим, мне он очень нравился. Он именно такой вот легкий, моментально впитывается, и вот эта система The Ordinary вообще рассчитана на то, что вы там 50 сывороток будете одну за другой наносить, и когда на вас уже вот такой вот пирог немножко, то уже не хочется сверху это покрывать еще каким-то жирным слоем, там, крема. Поэтому вот такой вот флюид меня очень спасал, в нем тоже есть SPF 10, мне этого хватало для раннего утра, поэтому как бы я им с удовольствием пользовалась. Закончился у меня тоже антипроспирант от Vileda, этот конкретно у меня был с гранатом, мне он очень понравился. Вот это чуть ли не единственный натуральный дезодорант, вернее антипроспирант, который мне реально нравился, который помогал и который не был бы масляным. Потому что проблема вот этих всех натуральных антипроспирантов в том, что они либо совсем твердые, типа кристалл, либо они очень жирные, масляные такие. И вот эти жирные, масляные я вообще ненавидела просто, потому что его намажешь там под мышки, а потом нужно вот так вот сидеть, я не знаю, ну полчаса точно, пока он не впитается. Иначе если я поспешу и надену на себя какую-то там кофту или футболку, у меня будут просто жирные пятна такие вот под мышками, и я это просто ненавидела. Что касается вот этого антипроспиранта, то мне понравилось то, что у него, ну возможно это не совсем хорошо, но в то же время у него на первом месте в составе вода, на втором месте в составе алкоголь, то есть спирт. И из-за того, что вот он на такой вот спиртовой основе, он очень быстро как выветривается с под мышек, но при этом действие его продолжается. Я вам вполне могу его советовать, особенно для тех, кто пользуется только натуральными антипроспирантами, для тех, кто пользуется классическими, там такими как в супермаркете продается, то это совершенно не то, то есть это не настолько сильное средство, оно избавляет только от запаха, а не от пота-отделения. Мицеллярная вода Горнье. Я не знаю, сколько я вообще израсходовала баночек, но ничего лучше не могу найти. Ну как, вот такое же по своим свойствам, это наверное только биодерма, но биодерма стоит гораздо дороже, поэтому умозаключение напрашивается само собой. Зачем платить больше, если можно взять Горнье? Миллион банок я уже просто покупала, миллион банок уже выбрасывала, потому что заканчивались. Всем советую, кому нужна бюджетная мицеллярная вода, она не щипит глаза, это самое главное, что меня интересует в мицеллярной воде. Хорошо смывает макияж и не щипит глаза, вот это самое важное. От Веледа тоже, кстати, закончилось. У меня вот такое вот масло, это массажное антицеллюлитное масло, вот полностью я его добила до конца. Я его использовала, когда ходила на массаж антицеллюлитный, не в этом году, а кстати вот в... Когда это было? Это было осенью 2017 года. Очень приятный такой вот хавойный аромат, при этом масло не жирнючее, вот такое противное, а оно жирненькое, но при этом хорошо впитывается, и ноги после этого прям такие вот как бархатные, я не знаю, очень приятное. Что касается антицеллюлитных свойств, то, ну здесь очень спорно. Если вы работаете над собой, если вы делаете там, например, антицеллюлитный массаж, то оно вам скорее всего поможет, ну просто само по себе, кстати так к фону оно мне подходит сегодня, ну вот просто само по себе, конечно, ну нельзя рассчитывать, что оно сработает, если просто намазал и лежать на диване, то есть естественно ничего не произойдет. А еще тоже у меня, ой, мне так все сегодня под фон подходит, это не намеренно, это, наверное, как-то подсознательно. Закончился у меня сухой шампунь, а вот батист, люблю я сухие шампуни батист, единственное, вот такой вот больше не буду покупать, потому что, когда я была светлее, то он мне подходил, сейчас он оставляет вот такой вот легкий, какой-то сероватый налет на моих темных волосах, поэтому я, возможно, попробую версию для брюнеток. Фух, это было последнее средство из пустых баночек, которым я хотела поделиться, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, или если вы до сих пор не подписаны, это можно сделать вот здесь вот, и также я вам оставлю другие видео, наверное, одни из тех, которые я упоминала, которые посчитаю самыми интересными для вас, обязательно посмотрите их, если вы их не видели, а если не видели, то мы с вами увидимся в следующих моих видео.